всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня в преддверии нового года так очень интересно получилось я если честно только сегодня утром когда готовилась к записи этого расклада только поняла о том что как говорится случайности не случайно я не верю случайности но так интересно получилось что именно сегодня мы с вами будем разбирать тему любви и именно сегодня если вы будете смотреть этот расклада в преддверии нового года когда принято желать любви и счастья мы как раз таки будем разбираться именно с темой любви и вот такое для меня это было очень удивительным удивительным совпадению вот ну как вы видите я прибываю в хорошем настроении сейчас я еще на всякий случай себе запахов здесь добавлю обожаю масло цитрусовый вообще все да это лимон и апельсин и когда и соединяю запах такой будет прям замечательный и так а сегодня сегодня тема любви просто стараюсь вспомнить я не отметила да кто мне помог с вопросами по моему оля и таня и по моему еще один вопрос я не помню самый последний кто мне его задавал уже соль и да я вот когда не отмечаю такое всегда бывает вот но не суть давайте значит разбираться как здорово когда ты находишься в классном настроении я я очень рада на самом деле что это именно сегодня я пребываю в таком прекрасном настроении чтобы если вы будете смотреть этот расклад с утра до чтобы и зарядить вас прекрасно прекрасным настроением пускай в новом году у вас будет все суперски все замечательно не знаю по моим ощущениям год должен быть очень очень хорошим так ну как говорится пожуем увидим у нас с вами будет сегодня 12 вопросов карта выпала вот мы и потом центральных суда и сделаем вот и мы будем смотреть разбираться для меня тема любви также как и тема рода совсем непонятное совсем неизвестное то есть если меня спросить что такое любовь что такое счастье и что такое род наверное это вот три таких вопроса три темы которые я не совсем в курсе но если с родом благодаря разбору как-то немножечко поняла вот то что касается любви именно не выгоды любви и счастья так предстоит мне узнать какая цель у меня на ближайшее время касательно счастье 2 4 6 8 10 12 так 12 карт и если понадобится будем уточнять и так давайте с вами приступим поскорее если честно я не хочу начинать просто хочу передать вам не знаю я не знаю что произошло нету каких-то узнаете причин чтобы вот поделиться с вами сказать вот по этой причине меня прекрасно настоять просто один из удивительных дней и когда такое случается и у меня хорошо настроить ладно а что такое любовь что такое любовь о интересная карта и даже неожиданно как на немножко было пятерка кубков я даже если честно не знаю как как трактовать но давайте я расскажу смысл пятерки кубков вот и потому что я как-то немножко замешательстве о чем у нас говорит пятерка кубков пятерка кубков говорит о неком таком состоянии разочарования здесь изображен человек который сокрушается об утрате пяти кубков да в которые были наполнены в данном случае здесь красным напитками так понимаю это может быть вино чисто символически да но при этом на карте есть два кубка с которые на которые человек не обращает внимание и смысл этого аркана заключается в том о том что человек сокрушается каких-либо утратах но при этом он не обращает внимание что два-то кубка стоят на два кубка в масти кубков они говорят о любви двое кубков это карта карта любви карта союза карта гармонии и вот здесь вот как раз таки смысл этого аркана говорит о том что мы сокрушаемся по поводу то есть акцент делаем больше на негативным да на том что мы потеряли то чего мы не имеем то что возможно на что мы надеялись да но это не оправдала наших каких-то вот ожиданий и здесь человек он плачет да он потрясен именно тем что произошло что это уже невозможно вернуть но смысл аркана говорит о том что не на том мы делаем фокус что как бы так сказать любой негативный опыт то как мы его оценивать до негативно он помогает нам стать тем кем мы становимся конечном итоге то есть через пройдя боль пройдя какие-то знаете утраты какие-то неприятные возможности ситуации моменты до переживания волнения вот пройдя все эти трудности и невзгоды это все равно оставляет какой-то свой отпечаток на нашем характере мы становимся другими людьми так вот смысл здесь как раз таки говорится о том что не нужно обращать внимание на то что мы утратили обращая внимание на то что ты приобрел то есть то что ты имеешь то что всегда находится при тебе и вот здесь как раз таки если мы будем обращать внимание на то что утрачено а то что всегда остается с человеком это двойка кубков по двойку куку я сказала да в колоде таро это единственный орган который указывает именно на любовь даже туз кубков он показывает неком таком потенциале да что может быть до в потенциале непосредственно карта любви это у нас двойка кубков так вот отвечая на вопрос что же такое любовь я могу сказать что это то что всегда есть у нас то есть невзирая на то на те трудности на те сложности которые мы проходим да причем здесь нам показали как раз ки именно негатив то есть невзирая на какой-то вот негатив любовь это то что всегда присутствует это то что есть у тебя и это то чувство которому ты можешь вернуться причем здесь так интересно он же мужчина здесь отвернут от двойки кубков он смотрит на тройку здесь получается так что в любой момент ты можешь развернуться и заметить любой момент и можешь получить эту любовь но все же здесь нам как будто бы показывают способ да также можно еще сказать это то что на что мы не обращаем внимание до любовь это то состояние то чувство потому что здесь он не обращает внимание либо здесь можно сказать любовь это то то чувство на которое мы обращаем внимание когда когда мы утратили что-то вот когда мы как ценность да то есть как в выражении до в поговорке имея не ценим до утратив плачем вот ну либо как то так здесь вот именно как раз его такой смысл да что любовь это то что у нас есть мы на это никогда не обращаем внимание потому что мы сконцентрирована на какой-то вот бытовой своей жизни да на каких-то других аспектов не вы только тогда когда мы что-то утратим только тогда мы начинаем понимать что же есть то есть как то здесь путем от обратного идет да хорошо давайте еще уточню что же такое любовь и вот попадает аркан верховной жрицы говорящая что здесь вот мне более понятно да этот аркан в описании любви это знаете какие-то некие тайные возвышенные знания потому что речь это все таки идет о безусловной любви да они в земном плане я просто для себя и так изначально выстраивала когда задавала намерение до узнать о любви не опять таки то что я сказал да не выгода не земная любовь а вообще в общем понимании так вот это вот знание причем у верховной жрицы она путь верховной жрицы над его жизни это как разки средняя колонна и она имеет прямой доступ к источнику до прямой доступ к творцу и вот верховная жрица это карта баланса эта карта внутренней гармонии с точки зрения мистики это путь темной ночи души когда мы не знаете находимся вот какой-то такой вот пустоте и только с верой мы можем двигаться к творцу и на этом пути у нас появляется почему темная ночь да потому что у нас нету ориентиров у нас нету подсказок нас есть полная тишина у нас нет никаких мыслей никаких чувств никаких эмоций и ощущения того что ты находишься в какой-то пропасти и тебе некому подсказать у тебя есть только внутренний голос это твой внутренний голос который ведет себя да и он говорит тебе куда нужно и вот здесь то есть куда нужно двигаться и здесь даже иногда наступает моменты такой тишины да когда появляется ощущение того что а а я не знаю да вот какая-то вот неизвестность непонимание куда и что и здесь идет вот как раз ки проверка верой насколько ты веришь насколько ты веришь в данном случае в творца в бога ну кто во что верит а то есть здесь вот на этом пути ты его сможешь пройти только тогда когда ты полностью сфокусирован именно на этой вере и согласно мистическому пути аркана верховной жрицы как раз таки говорит если я не ошибаюсь до либо это две либо три ночи на то есть это не одна ночь которая душа должна пройти и вот здесь только опять-таки в полной тишине в спокойствие и в полном доверии вот это очень важно поэтому этот аркан у нас тоже говорит о вере любовь если отвечать на вопрос до более понятным языком это то во что мы верим но исходя из этого аркана знаете это то что никто не может как-то узнаете пощупать то есть это не нету проявление его материальном мире и это то что было у нас по пятерке кубков это больше некое такое чувство которое есть внутри каждого это во что сказать мы безоговорочно верим что ли это то состояние которое приводит нас именно либо мы его можем почувствовать только тогда когда мы находимся в полном балансе в полной гардмонии и по верховные жрицы только тогда когда мы научились управлять своими мыслями то есть здесь когда нету вот это вот влиянием мыслительных процессов то есть полное отсутствие это сказать не то чтобы ума а сознания здесь вот хочется ощущение того что что верховная жрица это все-таки очень высокий высоковибрационный такой аркан и его понять именно мистиком вот в материальном плане достаточно сложно да потому что это путь очень такой высокий пути верховной жрицы это когда она пересекает бездну а бездну при жизни ну пересечь нереально да мы ее можем только пройти через после физической смерти так вот здесь вот это вот понимание да что же такое все-таки любовь это скорее всего какое-то видоизмененное состояние это однозначно не когда человек пребывает вот именно в сознании то есть это то что мы не понимаем умом это то что нельзя объяснить логически то есть это то чувство в котором нету причины следственных связей и это важно почему потому что все эмоции как мы уже рассматривали до в одном из раскладе они так или иначе связаны с нашими мыслительными процессами да с некой такой интерпретации да как реакция так вот здесь как раз таки любовь это такое глубокое чувство которое так сказать она больше чем наш ум то есть вот ум и любовь она как будто бы не как так сказать не не сопоставима либо наоборот любовь это тогда когда мы находимся в полном как полной гармонии и одновременно единением с чем-то таким возвышенным то что вот я говорю да бог творец демиург ну то что мы называем вот этими словами у каждого это свое будет понятие ну-ка еще раз уточню что еще это любовь да вот здесь вот как раз таки я говорила о выпадает в око мечей я как раз и говорил о том что дом умом это сложно понять так вот в двойка мечей она как раз таки говорит о том моменте когда мы должны прислушаться когда есть примирение до двух мнений и мы должны научиться слушать свою интуицию так вот как-то интуитивно мы можем понять что такое любовь да но вот как-то словами объяснить это невозможно и опять таки то что мы понимаем интуитивно интуиция у нас работает только тогда когда мы как бы сказать не подключаем голову то есть интуиция и голова они вместе не идут да то есть то что можно объяснить головой это знаете как моменты например яснознание да когда ты никак не можешь объяснить откуда ты знаешь ту или иную информацию то есть она не подчиняется логическим каким-то объяснением до причинно-следственным связям но при этом ты четко понимаешь туда так она и будет да то есть я я четко знаю допустим что я не знаю а экзамены которые мы сдаем да что я именно их сдал и вот я получу именно четверку не пятерку не тройку никакой другой отметку вот именно четверку я четко в этом убежден то есть опять таки присутствует чувство веры до уверенности так вот здесь как раз таки отвечая на вопрос что же такое любовь до любовь это очень глубокое чувство не эмоция а это именно очень глубокое чувство которое можно как бы так сказать почувствовать интуитивно это даже не какими-то не через эмоции а как-то так сказать сложно мне описать то чему нету объяснения словесными это то состояние в котором мы находимся в полном единении и в полном доверие демиургу вот как-то так но это то что у нас всегда есть только мы это познаем тогда когда мы по пятерке кубков что-то утратили да когда мы это то есть она как бы так сказать путем от обратного мы идем да то есть мы не ставим себе цель хочу допустим познать что такое любовь а мы это познаем в процессе когда вот этого нету когда любви нету то есть не тогда когда она есть а тогда когда ее нету тогда мы как будто бы понимаем что это такое вздыхаю потому что какие сложные понятия ладно существует ли она следующий вопрос колесо фортуны существует ли любовь хороший такой вопрос по колесу фортуны знаете хочется сказать фифты фифты да и да и нет интересно почему потому что все-таки колесо фортуны это некая такая цикличность да это некая повторность это некие как бы так сказать момент не непостоянства то есть я так понимаю что на вопрос существует любовь это какое-то вот непостоянное состояние то есть оно есть но но и его и нет как бы такой пример это вот наверное знаете чтобы понять не было это наверное точно так же как и с творцом до сказать что его не существует только по причине того что мы его не можем осизать да мы его не можем видеть нельзя но и с другой стороны сказать что вот прям творец существует нет потому что его нету доказательства ему на то есть вот каких-то вот материальных чтобы пощупать как-то понять ощутить оценить как-то вот здесь вот примерно то же самое только мне статьями такое возникает ощущение что если бы мы задались вопросом например а что же такое бог творец демиург то вот мне кажется что вот это вот и есть все таки любовь мне почему потому что здесь по колесу фортуны знаете она присутствует но но как будто бы знаете вот утекает она не статично это вот что-то такое непостоянное это ощущение того что знаете вот если у вас было такое ощущение когда вы на чем-то когда где-то у вас что-то болит и если вы вниманием направите на ту область и постараетесь вот прям локализовать в каком месте у вас четко будет болит вы поймете что когда вы направляете туда внимание в эту область боль проходит она начинает перемещаться ну то есть и вы как будто вы понимаете что допустим там я не знаю у меня болит голова да либо где-то вот я не знаю руку ушиб да общее ощущение боли присутствует вы можете как будто бы сказать где но когда вы направляете свое внимание именно чтобы конкретно сказать вот условно говоря до миллиметра что вот именно в этом месте более на кого-то ускользает она переходит она передвигается то есть вот здесь вот что-то такое это то что невозможно зафиксировать на это то что настолько переменчиво поэтому она и есть и ее и нету на самом деле выпадает пятерка педаклей да на самом деле в этом и состоит краски вот духовный урок потому что пятерка педакли это карта духовные нищеты да в этом все пятерки у нас говорят об уроке причем в данном случае это урок именно физического плана это именно урок материи в контексте того что у меня ощущение такое возникает что после смерти ну для тех кто верит в перерождение до бесконечности души это состояние любви она присутствует но вот в нашем мире материальном ощущение того что мы как будто бы эту любовь должны привнести именно в наш материальный мир вот я я немножко по-другому скажу может быть вам так понятнее будет мне так переживаю что я-то это все чувство вам донести как-то сложно если предположить что любовь это свет да ну так вот что понятнее было так вот задача как раз таки и говорит о том чтобы этот свет привнести в материю до чтобы он стал более наш мир он плотный он низкочастотные так вот здесь вот урок в том-то и заключается что мы в материи должны увидеть этот свет да то есть не не ту плотность которую мы воспринимаем а вот увидеть именно все такое светящиеся вот абсолютно все предметы но мне кажется что вы чисто визуально до исходя из того как устроено наше зрение это будет не совсем реально именно в сознании поэтому я говорю что любовь это скорее всего какое-то вот без не то чтобы неосознанное состояние да то есть мы его как будто бы не осознаем мы его не можем зафиксировать но я вот опять как-то вот интуитивно мы это понимаем поэтому существует существует ли любовь да и нет и да с точки зрения того что она существует но в нашем материальном мире она скорее всего не полностью проявлено вот так скажу то есть она существует но как будто вот увидеть ее да нам надо дорасти нам надо вот дойти до этого состояния потому что здесь все-таки по пятерке педакли два нищих иду да и на витраже изображены 5 пендакли они проходят мимо не это не видит хотя в принципе это реально посмотреть достаточно только поднять голову наверх но они настолько погружены вот в эти свои заботы хлопоты и проблемы то что их огорчает да их нищета и бедность невозможность выжить что у них даже как будто бы знаете вот мысль такая не проходят что можно поднять голову посмотреть и увидеть это поэтому и и колесо фортуны выходит и говорит о том что да любовь есть но ты ее не видишь потому что ты как будто бы этого не хочешь да то есть если захочешь туда она тебе проявится ты ее увидишь потому что внимание будет на этом и ты зафиксирована и себе это откроется а до тех пор пока ты смотришь под ноги да то есть ну вот обращаешь внимание на физический план ты как будто бы ну другими вопросами занят то ты это никогда не увидишь еще раз говорю я не имею ввиду любовь между людьми а любовь в общем ее проявление да вот как абстрактное такое понятие исходя из этого есть третий вопрос рождается ли человек с этим чувством или приобретает его королева жезлов вы знаете мне хочется сказать что все-таки приобретает что все-таки это какое-то признаете приобретение вот то есть хотя из того что я сказала это скорее всего стремление да потому что королева жезлов у нас говорит о движении она говорит о позитиве не сразу могу предположить что люди более позитивные склонны к тому что чтобы увидеть да что такое любовь нежели люди которые более пестимистично настроены но здесь вот опять-таки королева жезлов говорит о том что стараясь прислушаться и задать вопрос о том что а каким образом а я не помню а до следующий это вопрос каким образом он приобретает вот хорошо следующий это будет вопрос способ приобретения вот я все равно уточню был аркан луны любовь это смотрите луна это как бы так сказать это темный аспект это антагонист солнца и а солнцу у нас в принципе так или иначе идет отсылка к духу к свету так вот приобретает ли человек да то есть как он может приобрести любовь здесь скорее всего во первых в полном опять-таки полное отсутствие страха до полное отсутствие страха это значит как раз таки полное доверие то есть я уверен в себе если я чего-то не боюсь значит я уверен в этом а уверенность да это часть веры в веры в то что это есть поэтому здесь с одной стороны не должно быть страхов то есть должна быть полная вера да то есть когда ты веришь что я могу получить эту любовь это один момент и второй момент это когда есть стремление к солнцу и когда есть стремление к свету а солнце у нас идет как раз таки в перевернутом перевернутое солнце это прямая луна вот перевернутое солнце это как раз таки и есть проявление нашего эгоизма эго это что это опять таки наша оценочная позиция да то есть когда мы все оцениваем нашим умом и вот здесь вот получается такой момент что мы можем прийти к любви тогда когда мы не эгоистичны когда вот как раз таки то что было изначально до по верховной жрицы когда мы находимся в полном единение когда знаете вот такой момент просто мысль такая пришла когда люди говорят а когда мы любим друг друга как мать тереза до которая не разделяла то есть не было включения ума до что ты вот там больной либо ты здоровый ты бедный либо ты богатый да то есть это вот когда ты понимаешь что мир разнообразен и вот в этом разнообразии мы все едины да да то есть это не то что ты какой-то другой отличный от меня а просто у тебя другие функции в этой жизни а у меня другие но мы все вместе являемся частью чего-то единого так вот здесь любовь как раз таки это скорее всего вот это вот единство всего то есть это ощущение того как это от и со всеми един когда нету вот этих границ и разделения а что у нас выстраивает границы разделения наше эго то есть я такой а ты другой я мужчина я женщина а ты мужчина до либо наоборот там я мужчина ты женщина есть когда есть разделение а здесь вот получается так что это единство плюс ко всему полное отсутствие страха когда страха нет есть вера и ты находишься полный в полном доверие до пространство миру все что тебя окружает и вот это вот полное доверие как раз ки есть и единство о котором нам говорила верховная жрица как такое знаете хочется сказать какое-то вот это тайное какое-то вот сакральное знание да это вот как бы то сакральное в контексте именно личного это что-то такое интимный какой-то пояс каждого человека это не то что ты получишь это вовне а это вот твой внутренний поиск должен быть направлен на это хорошо а если мы говорим о том что человек не рождается с любовью какая я умная боли и нежкин кот закрыла я вопросы 2 секунды я их снова открою хотела просто отметить чтобы не не забыться так в контексте того что мы сказали что человек не рождается а приобретает следующий вопрос если человек приобретает любовь то с чего она начинается то есть если он не рождается с этим а это скорее всего его какой-то вот путь 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 именно не в контексте взрослении до биологически какой-то а это скорее всего путь развития сознания с чего начинается любовь с чего начинается любовь паж мечей ну во-первых хочется сказать планирование начинается с вопроса потому что паж мечей это человек который задается всегда вопросом это знаете дети почему чеки а почему это почему-то а почему так а почему не так то есть этот человек скорее всего который задается вопросом а что же такое любовь начинается с вопроса если у человека не возникает вопрос вот отсюда у нас пятерка кубков ты вышла в самом начале да ну то есть если мы не задаемся этим вопросом мы никогда не узнаем что такое любовь да мы будем выдавать желаемое за действительное а вот именно настоящую любовь мы так и не узнаем поэтому будет взял акцент на три кубка которые разлились а те которые что что является настоящей бы всегда будет за нашей спиной поэтому начинается всегда все с вопроса даже не желание а с вопроса когда мы задаемся вопросом а что же такое любовь падает девятка девятка мечей да эта карта страхов эта карта наших сценариев которые воссоздай негативных каких-то наших мыслей которые воссоздают а как день сурка наше будущее направленное так вот здесь знаете скорее всего любовь возникает тогда когда человек устает как будто бы бояться устает от какого-то негатива устает от какого-то знаете вот чувство вины потому что девятка мечей у нас тоже говорит про вину когда есть знаете вот как это переживание какие-то волнения да какая какой то вот но здесь негативные состояния до негативные эмоции которые вызваны как раз кем мыслительным процессом это когда мы сами себя нагнетаем на девятке мечей да здесь изображен человек который закрывает лицо и смотрите у нас здесь ночь на как мы понимаем потому что здесь на одеяле на нарисованы как раз таки кроме того что вокруг все темно нарисованы еще и астрологические знаки символы до неба так вот суть аркана в чем говорит я я когда голову когда ночь да и не закрыта я не закрываю лицом руками лицо да вокруг меня так или иначе появляется ночь отсюда вот эти вот меч от меч которые направлены на будущее да то есть на то будущее в котором мы вас создаем поскольку это мечей это мысли вот-то мы и воссоздаем негативные какие то мысти być мы в будущем о будущем как будто бы в него не верим да мы мыслим очень достаточно негативно так вот ночь сама по себе да у нас здесь еще и луна выпала выпадала ночь сама по себе да она всегда все его увеличивает как увеличительное стекло. А тут плюс ко всему, то есть представьте, это ночь, мне и так страшно, я закрываю руками лицо, а если этот страх, и он есть внутри меня, то здесь мой взор направлен внутрь, не вовне, а внутрь, а мне и так страшно. И поэтому внутри себя то, что я увижу, это всегда будет негативное, это не будет что-то позитивное. Так вот, здесь отвечая на вопрос, с чего начинается любовь, тогда, когда мы наполнены каким-то негативом, когда мы разочарованы, опять-таки, когда нам больно. То есть это вот те моменты, когда мы начинаем, условно говоря, когда уже все попробовали самостоятельно, ничего не получилось, тогда мы начинаем обращаться к святым, тогда начинаем обращаться к небесам в молитвах и просьбах. Так вот, здесь нечто такое аналогичное, когда я уже, вот как будто бы действительно по пятерке кубков произошла уже когда-то какая-то утрата, есть вот эта вот горечь, негатив. И тогда я задаюсь вопросом, а есть ли что-то хорошее в этом мире? Скорее всего, вот этот вопрос. То есть, а действительно ли существует это счастье? Существует ли это любовь? Почему-то счастье и любовь, они как будто бы вместе, да, ходят как-то, парочкой. И вот с этого момента начинается как раз-таки путь именно любви. То есть, когда мы включаем в себе это понятие. Вот здесь ощущение того, что до этого вопроса, да, понятие любви, оно вообще не актуально. Для чего нужна любовь? Для чего нужна любовь? Вы был как раз аркан умеренности. Так вот, умеренность это, то есть, если Верховная Жрица это вторая ночь из двух, то самое темное, то первое, да, самый первый мистический опыт. Это вот как раз-таки по аркану умеренность, да, это первая темная ночь души, когда мы должны научиться управлять своими эмоциями. По Верховной Жрице мы учимся управлять своими мыслями, а по аркану умеренности в мистике мы учимся управлять своими эмоциями. И вот ответ, для чего нужна любовь, да. Так вот, любовь нужна как раз-таки для того, чтобы мы здесь как-то, знаете, вот двояко, чтобы мы пришли к гармонии, да, чтобы мы пришли именно к балансу. Здесь мне сразу показывают, то есть, смотрите, уже как быстро. То есть, за три секунды мне показали весь ответ, а мне теперь надо еще 10 минут его объяснять. Здесь, значит, показывают такую вещь. Для чего нужна любовь? С одной стороны, когда нас раскачивает эмоционально на качелях в противоположности, да, то в одну сторону, то в другую. Так вот, когда мы находимся в балансе, когда мы находимся в гармонии, это не значит, что мы не можем ощутить вот эту вот гамму двух противоположных эмоций. А это лишь говорит о том, что в том состоянии, в фоновом, спокойном, гармоничном, с балансиром, в котором мы находимся, мы одинаково принимаем и то, и другое. Мы одинаково можем прочувствовать абсолютно не только противоположности, а вот всю гамму. То есть, знаете, вот если бы можно было иначе рассказать, да, что такое любовь? Любовь – это вот как будто бы одновременно все эмоции, которые существуют, которые мы способны ощутить в физическом теле, это все эмоции и чувства одновременно в одну секунду. То есть, вот я не знаю, как это может совмещаться, да, то есть и горечь, и слезы, и переживания, вот все-все эмоции, которые есть, и позитивные, и негативные одновременно. Вот это вот есть любовь. Для чего она нужна? И вот здесь вот ощущение того, что это, знаете, это как свет, да, то есть есть свет, и он начинает, когда он преломляется, получаются цвета. Вот здесь вот то же самое. То есть, любовь – это вот этот свет, да, и когда он, любовь преломляется, получается много разных эмоций, много разных чувств, да, вот этих вот состояний. Так вот, для чего нужна любовь? Для того, чтобы мы пришли к такому состоянию, когда вот эти вот все, я так понимаю, чтобы мы смогли с одной стороны вот эти вот все эмоции прожить, да, одновременно, а с другой стороны здесь как будто, вы знаете, вот пучок света, да, как-то так мне показывают, показывают, чтобы мы смогли собрать. Знаете, вот есть такие лампы настольные, она такая вот круглая, от нее есть, как волосики, да, как антенны, такие белые, тоненькие-тоненькие. И вот кончики, да, вот этих вот антенн, они как-то фосфорным цветом светятся. И когда ты включаешь эту лампу, получается здесь красный, желтый, зеленый, и все это такое вот именно на кончиках. Но основа, она белая. Так вот здесь вот что-то такое, то есть вот этот вот белый, да, этот свет, а у кого-то преломляется, и получается много разных цветов ощущений. Так вот любовь как раз-таки нужна для того, чтобы мы смогли ощутить полностью все эмоции, все эти чувства и их принять, да, вот когда вот мы находимся в принятии. Иначе это называется баланс. А для чего здесь выпадает второй великий аркан – сила? В этом есть сила, да. В чем сила, брат, в любви? Вот здесь вот про это. А что такое сила? Это энергия. Это то, из чего мы созданы. И исходя из этого, получается, что мы и созданы из любви. Да, то есть интересный момент. Знаете, в чем интересный? Я просто так сейчас подумала, окей, если мы созданы из любви, тогда почему мы не рождаемся с любовью, а мы ее приобретаем в процессе, когда мы начинаем задаваться этим вопросом. И у меня появляется новый вопрос, исходя из этого. А сколько еще есть таких чувств, о которых мы вообще понятия не имеем? И только вот когда мы начинаем задаваться ими, только тогда мы начинаем себе раскрывать, точно так же, как любой потенциал, да. То есть он в нас заложен, а мы об этом не знаем. Вот как может быть какая-нибудь программа. И только в какой-нибудь случае, подвернувшись, он нам может указать на эту программу, либо на какую-то способность, и потом она у нас раскрывается. И отсюда у меня возникает вот этот вопрос. Это чем же мы наполнены такими вещами, о которых мы даже понятия не имеем? Ну, то есть сколько всего еще внутри нас, если свет – это мы, то есть любовь – это мы, о которых мы понятия не имеем? Ну, это так, это. Вопросы почему-то всплыли. Нужна ли любовь? Да, ответила на вопрос. Нужна ли любовь? Любовь – это наша сила. Это то, из чего мы созданы. Вы уж сами для себя определяете, нужно или нет. Из чего состоит любовь? Паш Кубков. Из чего состоит любовь? Интересный такой момент. Это, знаете, скорее всего, из чувств, из состояний, из эмоций, потому что это все-таки кубки. Кубки – это состояние. В данном случае Паш Кубков. Вот, кстати, интересный момент, что если Паш Мечей познает мир через задавание вопроса, то Паш Кубков познает мир как раз через любовь. Вот для него это очень важный аспект. Причем здесь любовь может выражаться в физическом мире через кинестетику, через прикосновения, через ласку, через нежность. Влияние на людей любви, да, по Пашу Кубков, это умение, я бы сказала, знаете, передавать состояние души. Насколько есть влияние, ну вот по Пашу Кубков, я бы не сказала, что это прям вот такое большое, интересный момент, да, почему? Потому что мы привыкли считать, что любовь имеет прям вот огромное влияние. Но здесь вот по Пашу Кубков, я бы все-таки сказала, что на начальном этапе, скорее всего, просто потому что, наверное, в нас она еще не совсем проявлена в контексте осознанности, то есть мы ее еще не осознаем. Давайте еще уточним, да, влияние любви, да, вот аркан краски звезды подтверждает то, что я и говорила, да, для меня аркан звезды это состояние нашей души, это душа как таковая, да, это внутренний зов. Вот я сказала про внутренний зов, влияние любви, это скорее всего тот зов, да, который, знаете, как путеводная звезда, которая нас ведет. Так вот, любовь, она ведет. И здесь вот у меня, знаете, ощущение того, что вот не случайно по двойке мечей, да, в контексте интуиции, то, что я рассказывала, если мы будем обращать на это внимание, то вот любовь, она станет для нас какой-то путеводной звездой, то есть она нас будет вести по жизни. И это будет, причем давайте, а куда она нас ведет? К девятке пендаклей. Вот ведет как раз-таки к самодостаточности, да, как раз-таки ведет к целостности, к единению, да, девятка пендаклей, это она говорит как раз-таки про самость, да, к единению, о чем мы и говорили, что любовь, в принципе, является. И вот здесь вот сразу, знаете, такое ощущение того, что не всем-то, поэтому любовь-то и нужна. Почему? Потому что не все желают, скорее всего, прийти к этому единению, да, то есть это единство не только внутри тебя, то есть полное отсутствие всех наших масок, да, всех наших субличностей, всех наших внутренних вселенной, которые мы сами создаем. А здесь, вы знаете, вот полное единение и внутри себя, да, осознавание себя целостным, и одновременно это и целостность всех со всеми. Это очень высокие понятия. Почему я говорю именно так? Ну, вот просто представьте, что мы привыкли взаимодействовать с другими людьми с помощью определенных ролей, субличностей, масок, как я говорю. Например, я мама, да, я там женщина, я там сестра, я подруга, я там мастер. И вот ведь каждую роль, каждую эту маску, мы ее поддерживаем, да, это то, что я говорю, создаем каждую вселенную. Вот вселенная мастера, это поддерживание образа, это определенные действия, поведение, модели, вот, и для того, чтобы это существовало, да, эта маска, эта роль, ведь в нее вкладываем силу. А мы сказали, что любовь это что? Это сила, это то, с чем мы созданы. А теперь представьте, сколько внутри нас вот этих разных вселенных, вот этих разных масок. Поэтому, а в любви этого нету, да, там нету необходимости. Почему? Потому что эти маски, они проявляются только тогда, когда мы находимся в состоянии сознания, когда у нас присутствует эго, да, когда у нас присутствует мозг, который нам все классифицирует, да, и говорит, вот это человек, это женщина, это высокий, там, это еще что-то, да, это ведь разные, то, что я говорила, разделение. А в любви нету, поэтому там, где любовь, и там, и где ум, да, вот эти вот они противоположные вещи. Почему? Потому что там, где любовь, там нету разделения, да, там не существует, ощущение того, что это некий источник, а у источника нету, точно так же, например, как у ангелов, архангелов, они бесформенные. А если они бесформенные, это энергия в чистом ее проявлении. И вот в этом есть единство. А у нас нету, мы к этому единству внутри себя не можем пройти, о каком единстве с другими людьми мы можем говорить. Поэтому я говорю, это очень высокие такие понятия, которые мне очень сложно донести понятным языком, да, вот, ну, хорошо, давайте все-таки попробуем, да, влияние, я сказала, это движение, движение как раз-таки к единству. Следующий вопрос, из чего состоит любовь? Из чего состоит любовь? Аркан смерти. Хочется, знаете, здесь такой ответ, вот когда, из чего состоит любовь? У меня просто ответ такой, знаете, идет, когда умрешь, тогда поймешь. Из чего состоит любовь? Аркан смерти. Это какой-то вот, как это объяснить? Вот вопросы иногда, бывают такие интересные вопросы? Я понимаю, что это интересно, но как дать ответ на такой интересный вопрос? Из чего состоит любовь? Когда человек перейдет, да, в своем сознании в другое, то ли измерение, то ли что-то такое. Вот когда что-то старое умрет, это какой-то момент трансформации. Давайте так скажу. Из чего состоит? Как описать энергию? Вот, чтобы было понятно. Как описать, из чего состоит воздух? Безусловно, есть какое-то вот, ну, химические, да, какие-то описания, либо из чего состоит вода, да, H2O. Ну, вот здесь как будто бы что-то такое, то есть, ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос по аркану смерти. Из чего состоит? Вот, состоит из того, что у нас есть после смерти. Вот когда, когда наступает физическая смерть, когда, ну, давайте я так скажу, из энергии, да, вот то, что я сказала, из света. Почему? Потому что здесь это то, что мы, из чего мы созданы после нашего физической, физической смерти, да, вот в какой форме? Когда тела нету, но остается осознание, осознание себя, не сознание, а именно, потому что сознание, это ум, а это отмирает, осознание себя, вот из этого состоит любовь. Интересный момент. Была девятка жезлов, да, вот как-то из чего состоит? Девятка жезлов, карта, говорящая о человеке, который набил очень много шишек, и он остановился на своем пути, потому что нет возможности дальше двигаться, нет ресурсов. И он задумается, анализирует о своем прошлом, что там было в этом прошлом. И в прошлом у нас аркан смерти. Так вот, любовь состоит, скорее всего, да, я даже просто не хочу сказать из какой-то информации, да, которая содержит в себе вот то, что собиралось в прошлом. То, что я говорю, да, осознание. Осознание себя. Это совокупность, как бы так сказать, знаете, как будто бы информации многих-многих как-то воплощения, то есть, ну, именно осознание. Давайте я не буду как-то вот объяснять слово осознание. Вот так скажу. Так, как она проявляется? Сегодня надо мной карты смеются. Тройка мечей. Как проявляется любовь? Тройка мечей. Карта скорби, то есть, что такое любовь? Пятерка, копка. Вот это из той же категории. Как проявляется любовь? Две тройки. Тройка мечей и тройка кубков. Наверное, знаете, в отсутствии каких-то негативных моментов, да, как скорбь, как горечь по тройке мечей, да, и одновременно по тройке кубков как легкость. То есть, проявляется, скорее всего, как-то, знаете, в состоянии, ну, это какое-то легкое ощущение должно быть. Но, одновременно, знаете, тройка мечей, причем, две тройки, в древо жизни тройки у нас находятся в бине. Бина – это сфера, которая порождает формы. Так вот, это, скорее всего, то, как она проявляется. Это не проявляется в каких-то формах, да, то есть, это то, у чего нету формы. Это то, у чего нету имени, названия. Как она проявляется? Как-то вот по легкости, что ли. Мне хочется сказать, это вот как некие веяния какого-то ветерка, то есть, здесь как будто бы… это что-то такое прозрачное. Оно мне очень напоминает вот как воздух, но это, скорее всего, знаете, это поток. Это не то, что это вот везде, а это проявляется как-то вот потоковости. знаете, мне здесь показывают, вот если вам доводилось когда-нибудь закрывать, когда на лампу смотрите, да, потом закрываете глаза и вот руками прикрываете, есть вот эти вот как-то как световые какие-то, как волосики, да, глазами перед, ну, светящиеся какие-то такие. Либо когда на воздух смотришь, иногда на свет, и, ну, на улице, когда ты находишься, вот я люблю на небо смотреть, и ты видишь, как будто бы там что-то вот такое, вот как прозрачное, что-то такое, светящее все видно. Вот здесь вот что-то такое, да, как потоки какие-то. Он проявляется как потоки. Я не знаю, как вам объяснить по-другому. Хорошо. Более понятные вопросы теперь. Почему она так важна для человечества? Потому что это туз жезлов, да, потому что это то, что дает жизнь, туз жезлов, это карта жизни, это потенциал, это искра в теле, это электричество, это импульс, это то, что помогает нашему сердцу биться. Электрические эти импульсы. Почему она важна? Потому что это жизнь, да, нету жизни, нету любви. Я говорю, это то, скорее всего, вот этот вот свет, из которого мы созданы. А если свет это является жизнью, то здесь вполне понятно, почему так важно. потому что это и есть жизнь. Пятерка мечей. Потому что любовь помогает, знаете, опять-таки вторая пятерка выходит, да, тоже урок, только здесь уже урок нашего сознания по мечам, мыслям, это то, что помогает нам не бороться. Пятерка мечей, это всегда карта самобичевания, да, когда мы сами себя наказываем. То есть это какая-то вот полная противоположность любви. Guы. И когда человек ощущает эту любовь, то здесь получается так, что у человека нету, ну, то есть это тот человек, который никогда не предаст, это тот человек, когда никогда не причинит боль другому, это тот человек, который никогда не будет враждовать, никогда не будет критиковать. То есть это как раз-таки отсутствие, да, почему нужна любовь? Потому что в любви вот этих вот всех негативных проявлений, да, и в том числе внутренней борьбы, вот этой вот критики нету, не существует. Знаете, вот хочется сказать, пятерка мечей здесь как будто бы войну мне показывает. Так вот для чего нужна любовь, да, чтобы не было войны, чтобы войны внутри человека, да. Это внутренняя борьба, это воинственный какой-то настрой, да, какая-то агрессия, которая направлена на разрушение себя. Так вот любовь нужна для того, чтобы мы сами себя не разрушили, чтобы мы сами себя не убили. Вот так скажу, да. Как раз то, что мы говорим, да, если по тузу жезлов это и есть жизнь, так вот она нужна для того, чтобы мы сами себя не убили. Интересно. Представляете, так бы мы сами себя разрушали. Замечательно. Можно, да, или жить без любви, да, мы на этот вопрос не ответили. Можно ли жить без любви? Можно ли жить без любви? Королева мечей. Жизнь без любви, она будет холодной. И можно? Да, можно. Но здесь тогда получается так, что не будет никаких перемен, не будет никакого движения, да, будет такая, знаете, снежная королева. Можно ли быть человеку безэмоциональным холодным? Да, можно, можно. Но какой вкус тогда будет у жизни? Вот сравните, да. Вот у жезлов это огонь, это костер, это пламя. И сразу холодная, ледяная, снежная королева. Ну, это две вот прям, две силы антагонисты, да, это вода и огонь. Причем здесь не просто вода, а она замерзшая, да, с воздухом. Это холодный, это холодный воздух, который остужает воду. Это лед, это каток. Ну, вот представьте, если вся бы земля была такая вот, как один каток, замерзший. Либо как холодные горы, снежные. Можно ли жить без любви? Можно. Холодно, можно, да, чисто опираясь на логику, на разум. Да, можно, вполне. Насколько это интересно, не знаю. А сколько живет любовь и что ее убивает? Интересный вопрос. Дьявол. Сколько живет любовь? Любовь бесконечна. Пока существует дьявол. А дьявол это, как я уже неоднократно говорила, архангел Уриль, который управляет материальным, физическим планом. Так вот, пока существует физика, пока существует планета Земля, любовь будет существовать. Что убивает любовь? Вот как раз-таки дьявол искушения и убивает. Здесь, скорее всего, перевернутые дьяволы в контексте животного такого понятия. Опять-таки, смотрите, животного понятия, что я имею в виду? Мне здесь просто показывают животную силу. Не просто силу, а именно животную, да, когда существует инстинкт выживания. И там, я не знаю, лев, он должен гоняться за зайцем, потому что это является его, там, я не знаю, предметом еды. То есть он должен быть агрессивным, иначе он не выживет, да. То есть когда у щенков, у собак либо у волков рождается щенок с каким-то дефектом, и мать понимает, что он не выживет, она его вообще с ним не занимается, да, рядом. И когда ребенок, ну, ребенок, говорю, щенок умирает, она его съедает, да. То есть, опять-таки, с точки зрения человечности это может казаться достаточно жестоко, но с точки зрения природы это вполне естественный момент. То есть вот поэтому природа, она очень жестокая с точки зрения человечности. Но с точки зрения того, как все устроено, это достаточно справедливо. Так вот, что убивает любовь? Вот любовь, хочется сказать, убивает вот эта вот жестокая природа с точки зрения именно человечности, да. Вот как раз-таки по дьяволу, когда мы прям, ну, я не знаю, когда идет вот этот вот разврат, да, сода Майгомора, то есть убивает вот это вот все возвышенное, все светлое. Когда тьма полностью поглощает этот свет. Вот что-то такое темное, оно, конечно же, убивает. Убивает любовь. Любовь, она бесконечная, но убивает вот именно материя, да. Давайте так тоже можно сказать, что материя как таковая. Скорее всего, даже не материя убивает, потому что материя так или иначе, она состоит из света. Только в более низких вибрациях. Здесь, скорее всего, убивает вот это вот по пятерке мечей, да. Здесь, скорее всего, убивает вот эта вот жестокость, вот эта вот агрессия. Ну, вот теневые аспекты. Не материя, а именно теневые аспекты. Вот то, что мы говорили, да, эгоизм. Что такое эгоизм? Вот гордыня, да, вот это вот тщеславие. Ну, теневые, клипатические проявления. Вот это вот убивает. Что еще может убить любовь? Ну, хотя, в принципе, здесь это. Ну, вот королева Пендакли, да, видите. Меркантильность. Это, может быть, знаете, жадность какая-то. Ну, это уже какие-то качества, негативные качества характера человека. Эгоистичное такое проявление. Причем королева Пендакли, это ведь тоже материя, да, это земля. Опять-таки, знаете, убивает, показывает не то, что убивает. То есть, ну, любовь не может существовать. Просто здесь акцент, скорее всего, идет больше на... То есть, внимание, оно идет на темную сторону, а не на светлую, да. Ну, это вот, как мы говорим, какому богу ты служишь, да. Там, белому, темному, либо светлому. Какой путь ты выбираешь? Обычно мы говорим, да, у магии нету цвета. Черная магия – это то, чему ты служишь, да. Там, маг, каким силам он служит. Даже не то, что, да, каким силам служит, а какие у него намерения. Вот это вот как раз-таки и является черная магия. А белые в магии, да, опять-таки, намерения какие, да, посылы какие. Потому что у магии вот таковой нету, у нее нету цвета. Это точно так же, как и энергия, да. Все зависит от того, на что ты направляешь, на какие у тебя намерения, какие у тебя побуждения. Поэтому здесь, в принципе, ну, любовь может убить вот только наши какие-то темные побуждения. Хорошо, и последний вопрос. Последний вопрос. Чем привязанность отличается от любви? И вот мне хочется сказать, что даже не открывая карту из того, что мы сказали, мне кажется, это все-таки уже видно, да, что есть привязанность. То есть привязанность – это к кому-то, либо к чему-то. А любовь, как мы уже сказали, это свет. Нет, а у света нету привязанности, да, это вот, ну, это состояние. Давайте я так пример приведу, чтобы вот было понятно. Вот вы идете по улице, да, увидели что-то красивое. И вот вы смотрите, вы восхищаетесь этой красотой. Это можно сказать в кавычках «любовь». А когда вы увидели этот красивый цветок, да, либо какой-то, я не знаю, ну, что-то красивое, какой-то вещь, какой-то предмет, и вы захотели его получить себе, вы его взяли, сорвали и притащили домой. Вот это вот привязанность. То есть любовь – это оно есть, вы увидели, вы это ощутили, вам хорошо, вы наполнились, пошли дальше. Помните, да, по колесу фортуны она то есть, то нет. То есть когда мы обращаем на это внимание, оно есть, а когда не обращаем внимания, его нет. А привязанность – это когда я, вот то, что я увидел, я хочу всегда это иметь с собой. И поэтому я привела пример, да, то есть увидел цветок, сорвал и домой принес. А потом она через какое-то время завяла, я выбросил. То есть, ну, вот и вся, вот эта вот привязанность, да. Хорошо, но все же спросим у карт, чем любовь отличается привязанностью. Четверка кубков, да, опять-таки кубки, да, опять про состояние, качеством энергии, чистотой энергии. Четверка кубков – это апатия, это уныние, это депрессия, это нежелание вообще с чем-то взаимодействовать, да. Это очень, ну, очень лень даже тоже может быть в какой-то степени. Это очень такие негативные, низковибрационные энергии. Когда мы звучим, ну, ноты слишком низкие такие, знаете, вот бас-бас. А любовь – это вот когда слишком-слишком высокие ноты. Ну, вот если, как пример в музыке. Так вот, чем отличается, отличается чистотой, чистотой, чем здесь низкие, да. То есть привязанность – это когда, опять-таки, чисто эгоистичная, да. Поэтому мы и говорим, это низкие вибрации. Привязанность – это когда я хочу для себя. А для себя я центр, да. Здесь, а мы сказали, что любовь – это когда единение. То есть это так или иначе, как бы так сказать. Любовь – это то, что не принадлежит никому. Она есть. Это вот когда сказать природа, она никому не принадлежит. Деревья – они никому не принадлежат. Небо – это никому не принадлежит. Это есть. Море никому не принадлежит. А привязанность – это когда я это хочу получить для себя. когда вот эгоистично я разделил вот это вот нету единения есть я я я центр внимания солнце я солнце все крутится вокруг меня поэтому все принадлежит мне вот это вот есть привязанность когда я привязался я тебя хочу только для себя спрашиваю чем отличается подай двойка жезлов когда человек не может определиться когда вроде бы и так хочу и так хочу и я не могу сделать выбор и и и хочу что-то сделать правильное да ну то есть я понимаю что у тебя должна быть свобода выбора я понимаю что каждый человек может поступать так как он хочет с другой стороны есть мое желание и я не знаю какое правильное то есть твое либо мое и вот видите да что здесь когда человек метается между этими двойками для принятия решения но есть уже разделение он вычленил 22 решения либо ты либо я а в любви нету разделение это монада это это единое все вот такой расклад это был последний вопрос двенадцатый если честно сегодня было очень сложно очень сложно почему потому что знаете есть такие понятия которые у которых нет названия у которых нету имени это знаете как пример того что что такое бесконечность вот как вы себе бы объяснили что такое бесконечность одним название есть название есть название бесконечность но описать его это очень сложно но каждый из вас это чувствует вот то что я и сказала в самом начале когда я говорила про творца про демиурга каждый его ощущает ощущает по-своему но сказать что это там старик либо в младенец что у него такая форма либо такая что он такого возраста либо такого таких размеров либо каких-то других мы не можем почему потому что любая форма любое название все что можно описать вербально это идет исходит от ума а понятия которых мы говорим как я говорила ранее это вне ума это не ну как это сказать ненормальное сознание да это не то как мы вот когда разговариваем мы пребываем в каком-то определенном своем сознании мы работаем наш мозг работает в определенных частотах а вот любовь это то что не работает в обычных частотах это то что работает на других скоростях это то что работает и это можно осознать в ином как-то как сказать это то что иррационально вот есть такие понятия иррациональные и вот любовь это было одно из таких поэтому сегодня мне такое знаете вот ощущение от себя осталось после этого расклада какой-то как она называется костлявость вот как знаете когда интернет плохой и ты начинаешь с кем-то говорить и вот и человек скорость медленная внимание да то что я говорила про любовь это высокая скорость когда интернет медленный то твой оппонент и он когда говорит ему кажется что он нормально говорит от тот кто его воспринимает то кто на него смотрит получается что он крякает вот у меня сегодня такое косноязычие было и опять таки вот я я очень надеюсь что я смогла донести эту информацию вот но если вдруг кто-то из хейтеров посмотрите скажет боже что она несет вы попробуйте сами ответить себе на эти вопросы да которые я озвучила особенно если вы ну хотя если вы коллега я не думаю что критика будет скорее всего от людей которые не имеют это понятие попробуйте сами себе объяснить словами описать и вы увидите насколько это сложно особенно отвечая на вопрос из чего состоит любовь вот попробуйте ответить себе на этот вопрос я как я наверно долго буду помнить этот вопрос хорошо я на этом я хочу с вами попрощаться в преддверии нового года хочу пожелать таркан звезды сверху положу хочу пожелать вам всем всего самого светлого светлого всего самого теплого я как я и писала в разделе сообщества не умею я действительно не умею желать что-то почему потому что у меня сразу включается мой рационализм на который говорит о том что да чтоб ты не желала все равно человек получит то что он заслужил вот но с другой стороны всегда же хочется пожелать что-то хорошего и сразу вторая часть моей головы говорит да окей ты пожелать ты можешь все что угодно насколько это будет актуально иногда не знаете что-то хорошее скорее всего что-то плохое приносит нашей жизни намного больше пользы чем что-то хорошее но в любом случае как бы мои две головы между собой не не сопротивлялись и не спорили я хочу вам пожелать любви которые мы с вами сегодня разбирали я хочу вам пожелать счастья что в принципе для меня это абсолютно все понятия собраны воедино почему потому что не может быть счастлив если ты болен ты не можешь быть счастлив если ты не благополучен ты не можешь быть счастлив если ты не целостным поэтому давайте я пожелаю вам света счастья и удачи в новом году и вместе с вами в шагнем в 22 год еще ближе познавая узнавая себя изучая то как мы устроены мудренно не мудренно вместе будем разбираться с собой и я искренне хочу вам действительно пожелать чтобы в новом году у вас было очень много много чудес и очень много много магии и что мы все вместе и я в том числе научились верить в себя научились любить я здесь не говорю себя либо другого человека просто научили научились почаще пребывать в этом состоянии любви я вас всех обнимаю встретимся в новом году пока пока